Это мой праздник Филатов Лев Николаевич, 1913 года рождения, был призван на фронт, был фронтовиком, дошел до Берлина, я победил победу в Берлине, никогда не любил говорить о том тяжелом времени, которое он прошел. К сожалению, мне не удалось его застать при жизни, и только по рассказам родственников я услышал о нем и о его поведении. Второй человек, о котором я бы хотел сегодня рассказать, это моя прабабушка Пилатова Александра Ивановна, 1919 года рождения. Молодая девушка пошла в тыл, работала на заводе, который сейчас находится на джебной площади. Делала гранаты для журналистов. К счастью, я ее застал, и она рассказывала о том, что это было время. Дальше о том, что мы его все равно мы гордимся. Третье о том, что я бы хотел вам сегодня рассказать, это мой прадед Горенский Виктор Петрович, 1922 года рождения. В 1945 году был призван на Дальнем Восточном поле воевать с японскими захватчиками. Также прошел всю войну. К сожалению, при жизни я его не застал, но я был наслышан и его подвигал, и также им дорожил. Моя бабушка Денисова Мария Михайловна, 1929 года рождения. В момент начала войны ей было 12 лет. Только представьте, 12-летняя маленькая девочка уже работала и помогала в тылу. Ее отца тоже забрали на фронт, и он не вернулся. Последнее его письмо звучало так. «Самолеты летают над нами, как коршуны. Идем пой, вряд ли вернемся живыми». «Как в воду глядел», — говорила бабуля. Ее брата тоже забрали на фронт. Причем он попал в плен к немцам. Ему повезло. Он вернулся с фронта и рассказал одну очень жуткую историю. Каждую ночь в плену через одного мальчишку их расстреливали. Один добрый немец просто спас жизнь моему деду. Почему? Он его прятал в земле, в ямах, для того, чтобы его просто не расстреляли. Только представьте, какой ужас переживал мой дед каждый божий день и ночь. Мы, внуки и правнуки Великой Победы, не должны, чтобы это хоть когда-то повторилось. Мы помним, мы гордимся. Это мой прадед Наумов Федор Тимофеевич и моя прабабушка Наумова Елизавета Осиповна. Годы жизни моего прадеда — 1911-1976. Годы жизни моей прабабушки — 1924-2000. К сожалению, про своего прадеда я знаю совсем немного со слов своей мамы. Ей рассказывала моя прабабушка, что он был рядовым и прошел всю войну. Он был призван и демобилизован. Федор очень не любил разговоров на тему войны. Мы знаем, что у него было два ранения. Одно пулевое было пробито легкое, второе — осколочное, было задето лицо. Его раны и шрамы не зажили и не давали покоя до конца жизни. Моя прабабушка Елизавета была дружником тыла и матерью-героиней. Хоть я и не знаком со своим прадедом, я его очень люблю и горжусь им. И я очень горжусь, что в большой победе есть маленький вклад моих прадедушек и прабабушек. Моих прадедушек звали Евсейчев Иван Васильевич и Ильин Владимир Тимофеевич. Они воевали, прошли всю войну. Одного из дедушек я видел вживую, но он ничего не рассказывал о войне. Наверное, потому что я был очень маленьким. Мои прабабушки во время войны тоже помогали на фронте, работали на поле, копали окопы. Сейчас мы пытаемся восстановить их боевой путь. У нас сохранились их ордена, которые мы храним и вспоминаем о них. Если бы я сейчас увидел своих дедушек, я бы распоросил их обо всем подробно. А сам бы рассказал о том, как я был сыном паука и в роли Вани Солнцева. Пусть это был не настоящий сын паука, но все равно было интересно. Я думаю, что не только я, но все люди гордятся вами, вашими подвигами, помнят вас и любят. Спасибо вам за победу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok